всем здарова соучастники нашел такой интересный юнит ставил я на него 450 долларов но ставка выиграла 310 что и хорошо здесь в описании написано что-то и lot of documents много документов и это тоже хорошо потому что это отпугивает всех покупателей и действительно вот эти коробки они используются для файлов то есть для документов и здесь коробок таких очень много но на самом деле ведь внутри там что-то завернуто в бумагу скорее всего что-то посуда и вот с этой стороны тоже много коробок я рассчитывал что там не документы а все-таки что-то другое и что я заметил самое главное в первую очередь видите катушка спряталась эта дорогая катушка для глубоководной рыбалки она может стоить дорого и еще много рыболовецких кейсов таких и поэтому внутри может быть еще много снастей что в принципе очень хорошо продается а еще также я заметил вот эту надпись electric trains это электрические поезда они есть коллекционные и очень дорогие и если в этих коробках не документы поезда то в принципе они могут стоить хороших денег сколько же могут стоить электропоезда к примеру вот такой вот игрушечный набор эта компания lionel в семнадцатом году был продан за 18 тысяч пятьсот долларов поэтому я думаю что в принципе можно попытаться и вместе с комиссией юнит обошелся в 350 долларов и я предлагаю поехать и посмотреть что же внутри открыли мне этот юнит я не буду его сегодня забирать я приду за ним завтра но я хочу посмотреть много ли там мусора так что с удочками вот так здесь не одна катушка раз-два такая мощная удочка пенсинатор 60 в один из и отлично может быть уже юнит отбился это пустая коробка вот и запчасти от электрика трейна и если здесь не файлы а все это будет поезд это будет куда лучше нет здесь книги ну то есть это это лучше чем файлы но все равно хуже чем поезд тоже книги тоже книги о тоже поезда поезда стоит денег и поезда оказались производства компании гилберт они начали выпускать их в тридцатые годы и вот почему они были проданы 600 долларов но это 26 страница поиска если мы перейдем на первую вот тридцать четвертый год гилберт был продан за 4250 долларов водка вагончик если посмотреть почему выставляют то в продаже можно найти модельки даже под 10000 долларов поэтому что надо сделать надо перебрать все что там найдется в коробках и посмотреть если там дорогие модели здесь их много я хочу сказать я думаю что вот этими поездами одной коробкой я уже отбил полностью весь юнит приехали на второй день смотри как красиво браун шарп штангенциркуль это хорошая компания и достаточно не дешевая вещь вот новую такую выставляют за 260 долларов бушную 112 но я думаю что долларов за 70 должна уйти разговаривал с менеджером и сказал что очень пожилой человек был нет у него никого из родственников кто мог бы это все забрать поэтому он просто это оставил сигарет нет человек был не курящий и остаток на счету 49 тысяч семьсот семьдесят долларов книги про рыбалку но не то что христиан андерсон а ганс может найдем чего здесь до кол в ног салджиницын а я видел вчера то б-52 может даже все на месте и я думаю что на месте наклеечки все на месте но это бомбардировщик он должен иметь много бум правильно и вот эта модель была продана на аукционе за 46 долларов плюс доставка здесь она была продана за 50 плюс доставка я думаю что долларов 40 можно и поставить вот смотри здесь карточки альбом с карточки перчатка ну такое и в коробке с фото оборудованием ничего дорогого не нашлось кроме этой камеры она стоит в районе 100 долларов остальные камеры объективы 10 15 20 долларов поэтому предлагаю коробку оценить в 150 долларов баскетбол даже бейсбол cantoflex ух ты и так и так да limited edition club именно эта книга стоит недорого выставляют ее за 50 долларов она была продана за 18 плюс доставка я думаю что долларов 15 можно за нее заложить но некоторые книги этого клуба были проданы дорого 900 долларов за коллекцию моби дик 1250 и даже книга за 1500 пластинки columbia это rossoville и усы подсвечник тоже rossoville американская компания в принципе ее продукция не особо дорогая она распространенная но есть крайне редкие изделия за которые коллекционеры готовы платить большие деньги вот ваза была продана за полторы тысячи долларов за 1900 и здесь 12900 был offer если посмотреть по истории продаж то вот она была продана за 10000 вот за 10000 вот такие вот вазы 9500 вот 9500 что такого необычного оба норман року мария и стэн под религии так дошли руки до поездов american flyer гильдер вот какое колумбус 960 что везем золото нет а что тогда не огородно фоллс санта-фе вот это поезд вот форма еще один санта-фе один с одной стороны другой с другой а вдруг надо резко другую сторону и еще санта-фе вагон и вот локомотивы санта-фе три единицы были проданы за 315 долларов 450 560 660 и новые в коробках продаются по 700 долларов 800 долларов и даже 1125 долларов но есть отдельные редкие вагоны которые за единицу стоят 1800 долларов надо более внимательно проверить коробки этого раз два три 4 5 и в коробке оказалось 12 единиц при средней стоимости от 50 долларов за вагон плюс санта-фе я бы оценил коробку долларов 600 ну а там посмотрим как будет продано может там окажется что-то супер редкое и дорогое 977 это красиво от рождественские тарелки это 77 год но на каждый год свой рисунок именно это стоит недорого но вот 90 с небольшим тарелок этой компании royal копенгаген были проданы за 5600 долларов а также в истории продаж можно посмотреть как другие наборы посуды этой компании были проданы за 19 тысяч за 18 тысяч долларов за 16 с половиной недешевая посуда похоже на форму военную а теперь пуговицы не понял показываю а вот что пуговицы их сан лоран до троечка original да похоже на униформы но на самом деле и я нашел точно такую же модель костюма и пару месяцев назад он был продан за 280 долларов для более быстрой продажи предлагаю оценить его в 200 долларов так здесь стекло симпатично деревянная машина может этот палатня германия еще книги про оружие еще старинное оружие вот но если столько книг много про старинное оружие как ты думаешь мы на правильном пути так еще такая красота 76 год копенгаген но видать это рождество на филис на видат ладро испания ну понятно по-испански на видать 71 здесь ценник 2950 литл мэн тоже гросс и тенданлоп британика гросс и тенданлоп целая коробка гросс и тенданлоп это старое американское издательство в основном они печатают детские книги и приобрести их можно не дорого доллар 2 5 10 но также у них есть редкие экземпляры которые могут стоить по 100 долларов вот допустим как этот дональда к науксоне он был продан за 135 долларов поэтому если в коробке не найдется ничего особенного то коробка будет продана минимум за 50 долларов какая старенькая а это не дешевая французская компания lemouche и тарелки отдельно стоит по 50 60 70 долларов некоторые стоят по 100 долларов а вот почему были проданы наборы допустим вот такой вот набор с рыбками был продан за 4800 долларов или вот такой набор но здесь аж 100 предметов 4400 долларов посуда не дешевая поэтому я думаю что за эту тарелку долларов 40 можно заложить прямо железная нам под напряжением она электрическая а вот и путь и шкала от 10 до 90 это такая молния будет быстро быстро есть это такой пацанский ящик карты посмотрим еще карты до новая запечатанная батарея 750 стеллар nikon f и кстати могут хорошо стоит такие аппараты и такой никон с объективом и с аккумулятором я думаю что долларов за 100 вполне реально продать вот они были проданы по 140 по 150 это для трубок вот так кстати маме я сикор эти последние две модели недорогие можно попытаться долларов 50 получить за обе зажигалочка такая модерн пьезоэлектригослайд красиво так еще поезда бирлингтон электровоз да и вот это еще это все можно за один раз продать это компания тайку эти модели поездов не особо дорогие коробка будет стоить от 50 до 100 долларов что-то нуга извините поправочка только что-то много будет стоить 50 долларов поэтому минимум 100 долларов за коробку тихо че-то нуга нет тут не просто бумаги что нашел ух ты вот это бляха и здесь написано magnum калибры размеры пуль а эта компания в эзербе оружейная компания они производят охотничьи ружья и вот такие пряжки в эзербе magnum были проданы по 50 долларов 60 70 100 долларов 120 и даже 200 долларов она без кейса она бушная поэтому предлагаю заложить за нее 50 долларов так а здесь 12 струнная гармония harmony с гитарой ситуация пока не ясна вот они были проданы по 150 по 300 долларов по 220 также их выставляют по 700 и даже по 800 долларов крутка бэйн на такой играл а если бы это была его гитара пару таких ножиков это утика это ульстер такой немножко ржавенький но утика и ульстер это приблизительно 50 60-е годы это такие ножи боискаутов и с ними надо очень аккуратно ну во первых они острые а во вторых в плане продажи они могут стоить 10 долларов а вот допустим утика была продана за 525 а вот утика была продана за 420 то же самое и ульстер вот они продаются по 10 долларов а вот некоторые экземпляры были проданы за полторы тысячи и даже за две тысячи долларов они между собой очень похожи и перед продажей их надо очень тщательно изучить а еще один ульстер их два оказывается все грозы тендан лап 26 или что-то набор идет 17 у росы тендан лап тоже до рыболовные кейсы и посмотри сколько их много вопрос что у них внутри Detroit USA они тоже бывают кстати дорогие какой крючок ну что пора на рыбалку значит у меня из рыбалки только одна удочка и холодильник для пива и все здесь внутри сколько всего катушечка необычная она металлическая да ну надо разработать немножко а так вполне в рабочем состоянии кого можно было ловить скажи тонца тонца посмотрю на эту блесну made in france так сегодня будет тема рыболовецкие снасти а это победители сегодняшнего розыгрыша выбранные из комментариев с ключевыми словами вот смотри тоже кое да она не любая рыба на такой позариться просто физически не сможет это осилить снастью уходят очень быстро здесь это круглый год рыбалка и как только в продаже появляются снасти то снасти продаются в лед вообще что-то старенькое на 1929 и оказалось что эта книга эрнест хоминга и вот она была продана за 150 долларов вот за 20 а вот за 350 долларов первое издание поэтому надо книги все пересмотреть аккуратно они в плохом состоянии но может найдется что-то очень редкое вот пересмотреть их о вот это ништяк смотри вот это зачетно тарахтелка трещалка гуделка пипелка здесь стекло пошло ну как пошло вышло кувшинчик с надписью софия еще поезда мост электровоз вагон бревновоз это поезда компания бакман не особо дорогие но я думаю что минимум за 50 долларов коробка должна уйти такая соусница или что-то но с таким горлышком смотрю и цена 3 доллара на распродаже была куплена и если это та компания которая я думаю до royal dalton так и есть вот эти штуки бывают крайне дорогие я знаю что в большом размере продавались очень дорого и редкие кружки были проданы 1600 долларов две тысячи две триста три тысячи долларов и даже 5000 долларов а а также они продаются по 10 по 15 по 20 даже по 50 долларов за штуку 3 доллара royal dalton так а это знаете что а на ритаке вот такая вот но еще для коллекции что здесь хорошо упаковано ладро он красота какая 40 долларов цена испанская компания ладро произносится как ядро фарфоровые изделия ручной работы очень популярны у коллекционеров имеет очень широкий ценовой диапазон их статуэтки можно найти и за 10 и за 15 долларов а также есть очень дорогие экземпляры к примеру вот такие были проданы по три с половиной тысячи долларов вот три с половиной вот три с половиной и это двенадцатая страничка поиска что же будет если перейти на первую а на 1 11 тысяч 12 тысяч долларов 15 тысяч долларов и вот такая композиция за двадцать семь с половиной тысяч долларов была продана что же касается именно этой статуэтки то она активно продавалась по 50 долларов а также цена доходила до 120 долларов поэтому я бы 50 долларов поставил бы минимум так и здесь тоже тоже ладро но здесь что-то большое самый дорогой ладро который мне попадался был продан где-то долларов за 500 с копейками 250 цена а номер f18 и палка отпал вот вот эта фигурка продавалась по 300 долларов 250 250 но учитывая то что она без коробки я бы цену спустил до 200 для более быстрой продажи 50 штатов что за 50 стоит ну начало положено тоже хорошо начало это пол дела так что ну что то часы такие не не золото ну а это другое дело может быть что-то драгоценное подумаешь 925 это это серебро смотри по баллу из кузьми сейку интересные часы ну то есть не то что сзади вообще скелетон стеклянная крышка так они скоро закрываются поэтому сейчас будем быстро так что же система digital memory and display lab вот такая штука и вот кто-то выставляет такой дисплей лап за 650 долларов но в истории продаж они были проданы сто сто пятьдесят долларов поэтому поставим 100 долларов и к ней такого же размера компьютер систем лап даже не знаю что это так это что здесь что-то большое качественно замотано а значит что-то должно быть вот хорошее что-то должно быть хорошее и вот такая фигурка ядра была продана за 145 за 180 долларов 200 230 370 390 и даже 550 долларов но скорее всего что-то новое в коробке поэтому я бы ей поставил все-таки долларов 200 еще одна такая наритаки нашлась и ценник на ней 40 долларов это должен стоить 40 долларов правда золотые запонки хотелось бы нет не знаю как 40 за каждую но 2 за 50 можно попробовать серьезно хотелось бы золотые запонки нашлись такие ножи а ножи называется кейс кейс xx ю сей футляр закрыт на замок а ключ от замка внутри продумано они открыты и на ножах имеется гравировка узоры это значит что это кастомные ножи ручной работы и из этого следует что это сто процентов не стандартные нож этой компании но простые ножи так лежать не будут самые простые ножи этой компании можно купить за 10 за 15 долларов а также много в продаже есть по 50 по 100 и по 150 долларов но также множество продаж по две с половиной тысячи долларов за один нож вот как здесь две с половиной две с половиной и даже три с половиной а вот нож был продан за 7100 долларов поэтому ножи надо смотреть и самый лучший вариант это поставить их на аукцион с начальной ставкой где-то 200 300 долларов и там посмотрим почему будут проданы еще ладро осел он здесь внутри была такая статуэтка я думаю что 80 долларов можно поставить 175 перечеркнуто 125 а то что вот 550 потом 375 175 125 так и не было продано вентилятор с этой стороны должен стоять чтобы волос развивать о смотри-ка огромный это коллекционно очень редкий гриб вот такая эта фигурка была продана за 500 400 450 350 и даже 190 предлагаю поставить 250 долларов японская морда цену был 45 долларов 8 а этот мексиканский мальчик продается от 60 до 200 долларов гремлин кто помнит лошади она кто-то у нас под ногами прямо до 5 а у гуга какой год 57 63 офигеть да мы по ним топтались они здесь лежали слушай 50 бакс точно серия 34 года переход бери все пакеты назад доставай все ты решил все пакеты перепроверить правильно так нет поддерживает а хорошие деньги а я пока нашел знаю что на ритаке смеяку серия хватает чашечки чашечки так вот вторая партия на ритаке это же серия и вот целая коробка тоже и причем все новое и это не особо популярная серия на ритаке но я думаю что хотя бы долларов сто пятьдесят за две коробки можно будет получить и мы проверили все конверты от писем на полу но никто не обратил внимание на маленький банковский конверт под размер купюр и это чуть не стало ошибкой смотри что нашел еще флейта круто чья она это да ладно где ты их находишь 10 10 они здесь лежали до ты понимаешь что теперь придется пережить все коробки и пересмотреть все пакет но я тебе могу сказать это самая крупная находка я бы я бы не нашел и я такой смотрю флешен бан ну короче сторож отбился у нас какой-то коробки высыпалась короче я предлагаю возвращаться забирать все пакеты и все перебирать потому что это могут быть не последний но раньше я столько кэша 200 долларов было вот недавно но старая купюра надо спросить в целом из 7 до 74 70 все мы с тобой с половиной значит так и блин вернулся к флейте она уже должна стоить очень дорого что было интересно это серебро в хорошем состоянии 50 160 200 250 и даже 300 долларов надо будет попытаться продать хотя бы за 150 в связи с последними событиями что мы здесь нашли вот эти вот пакеты они реально были там и деньги реально были там мы решили не пороть горячку здесь я рассказываю о том что они закрываются и мы закончим завтра кто намерен смотреть вторую часть проверьте наличие подписки на канал и колокольчик скажу по секрету книги по старинному оружию были там не просто так всем респект уважуха за лайки и ключевые слова в комментариях и пусть ключевое слово сегодня будет деньги победители добавьте ваш комментарий номер вашего кабинета сайта отправок посылок из сша ссылка будет в описании и пришлите мне обязательно сообщение на почту всем огромное спасибо за просмотр и я всем желаю крепчайшего здоровья берегите себя всем пока